Ну что, народ, я пока в офигении от номера 5701. Очень круто, конечно. Такого у нас еще не было. Ну, сейчас, конечно, многие могут писать, что они были в других номерах. И люди, поздравляю вас. Ну, вот я пока заработала только на такой номер. И то, считаю, это очень круто. Смотрите, виды еще вам покажу. Разные, разные, разные. Это уже сбоку. А вообще я вышла, потому что у нас не хватает плечиков. И стаканчика нужно бы найти уборщицу, потому что я уже на рецепцию звонила. Сказали, кого-то пришлют. Но что-то долговато. Давайте хоть посмотрим. Ой, картины какие. Помните, я вам это и Рэдисон показывала. Обязательно зайдите в плейлист Абудаби. О, детей слышно. Хорошо, честно, подальше от нашего номера. Вот лифты. Да, лифтов, правда, три. Ага. То есть три лифта на каждом этаже. До сорок какого-то. И дальше. О, боже мой. Вот теперь, смотрите. Вот теперь наслаждаемся, народ. Вот это да. Это просто класс. Залив виден. И все. Сейчас присяду, покажу вам небоскребы. Видите? Где-то есть бассейн даже. Ух ты. Девочка выбежала. Играется. Ой, тут, по-моему, все счастливы в этом отеле. Папа играется, кричит. Я тебя вижу. Ой. Народ, классно, классно. Что я могу сказать? Пишите, как вам отельчик. Ну, мы надеемся, что мы здесь проведем очень интересные дни и много контента наснимаем. Попадем в интересные места. Класс. Ну, я так понимаю, вот это вот весь 57 этаж. Тут не так много номеров. Так что-то я вам увеличила. Сейчас уменьшу. Видимо, они все делюксы, естественно. Ага, ну, здесь, значит, нету, конечно, уборщица. Наверное, уже убралась, и все. То есть, честно, с Грэйсом мне было намного проще найти. Вот сервис.рум. Ага, это ступеньки. Ну, знаете ли, на, конечно, с 57 этажа подниматься, так себе удовольствие. О, еще такие вот ступеньки здоровые. Таня, ну нафиг. А сервис.рум, что такое? Ага, вот здесь вот уборщица, конечно, наверное, складывают свою тачечку, свою тележечку, но ее уже нет. Наверное, пошла на другие этажи работать, но обвинить ее нельзя. Номер убран, все чистенькое. Единственное, что не хватает. Одного бокальчика в кухню, одного бокальчика в ванную. И вешалочек всего 4 штучки. Ну, ничего, ладно. Потому что какие-то красивые машины такие стоят. Ну-ка, сейчас попробуем сразу прям такую венчину. Видно, вот это кабриолет какой-то, вот такой красненький. Слушайте, прикольно как. Вообще здорово. Отдохнем чуть-чуть. Потом пойдем все-таки, наверное, на бассейн, посмотрим, что еще есть. Ну, и на завтрак мы точно попадем. Народ, ну что, уже отдохнули, фух, покушали, поспали, выходим из номера. Пойдем посмотрим бассейн, какой есть. Вроде на 12 этаже, нужно спускаться. Сейчас посмотрим, поедем. Так, ну вот, засекаем время, говорят, лифта можно долго ждать. Ну, хорошо, вот сейчас вот. Столько-то. А, на 71 этаже сейчас лифт. Ух ты. А, 92. Уборщики пришли что-то, убирают. Ну, надеемся, это к нам. У нас 57 этаж. Ну, давай, нет, проехал. Ну, что это такое? Вот, приехал мальчик, который везет, что-то вкусное. Забрал нас. И мальчик-доставщик, и столовато. Очень вкусная, кстати, там доставка, в смысле. Из Макдональдса доставляют. И отовсюду. Как, наверное, в Киеве. Что у нас есть? И Рокет, и Глова. А в других странах пишите, что есть. Да, все хотят поехать на лифте. Но, да, должное лифт, мы ждали аж одну минутку. Все, 12 этаж, мы приехали. Так, что у нас здесь? Так, зал туда. И бассейн туда. Ну, пошли. Кто-то рисует это, творчество. Наташа, понравилось здесь творчество? Нет, кто сказал понравилось. А, нет? Почему-то они выставляют вот это количество. Просто сидит. Полотенчик нет. Взяли из номера. Да, кстати, нам сказали, что полотенчик нет. В связи с периодом, который сейчас проходит все страны. И мы просто взяли из номера, нам разрешили воспользоваться полотенчиками из номера. Ага, значит, про куртку должна быть, надо спросить. Ага, вот это еще нас ждет. Я надеюсь, что мы это увидим в одном из следующих видео. Про спойлер, ну, здесь мега-мега крутой музей машин. Так, а это что такое? Ну, гирпусок. А, все, я поняла. Сувенирчики, верблюдики, всякие чашечки, магнитики. Ай, как дует. Все, пошли отсюда. О, ну, на кафе-мега уже музей. Какой-нибудь гирпус? А вон музей. Ага, все, поняли. А, вот этот переходной мост. Я его фотографировала и снимала сегодня. Смотри. Ух ты, народ. А что им стоило здесь делать? Стеклянный, Натав, смотри. Если бы стеклянный пол был, как на арке. Ух ты, какие балкончики реально сейчас. Слушай, хочу отметить реально, ух, на комнате. Посмотри, нам повезло. Мы попали в период мытых окон. Да, действительно. Кстати, там и написано было, да? Ты читала? Не помню, в камеру или нет, что... Если что, извините. Если будет, условно, кто-то лазит протирать ваши окна, не беспокойтесь. До 30 августа. Да, с июля какого-то до 30 августа мы заказали мой гопон. Так что все, тип-ток, все в порядке. Ой, слушай, как мостики. Где-то я с какой-то позиции это все снимала. Сказала, наверное, мостик что-то делит. Можно заходить. Они что-то делят. Это бассейн, зал. Подожди, если там музей, его видишь. Ох, вон красиво. Если вам не отвечу, это видно музей будущего. Сейчас я его приближу. Видите, красивый какой. Но, по-моему, он еще не открыт, да? По-моему, он еще не работает. Ну, конечно же, когда-нибудь мы у него по-любому пойдем. Какие-то ребята что-то делают. Приятно смотреть, что... Кстати, здесь залы делятся на мужской. Вот мэйл-зал, а вот вумен. Можно прийти, чтобы посмотреть? Да, я не знаю. Пошли. Привет, ребята. Ну, надо же посмотреть. Извините, вумен. А, хотя вообще-то я прусь сюда с камерой. И вообще-то... Наташа, иди проверь, если женщины и будем ли мы мешать. Потому что как раз-то и разделение идет, чтобы не видели их мужчины. Женщины могли спокойно раздеться и заниматься. Нет, никого нет. А не быть в костюме, не быть запутанными. О, ну вот такой залчик. Только женский. Ну, это очень неплохо. В принципе, народ. Если это зал только для женщин в отеле. Ого! Веса такие. Я не уверена, что женщины их поднимут. Ну, ладно. Не, ну есть, конечно, женщины. Не буду спорить. Тренажеры хорошие. Спины, грудные, для ног. Дорожки есть. Ну, как и у нас в Редисоне. Одна перекрыта дорожка. И две работы. Это такой лептический тренажер. Не, народ. Классно-классно. Да, Наташа, что расскажешь? Ну, как зал? А коврика нет, потому что все приходят. Как это? Это период этой вот ситуации, которая происходит в мире. Снова не будем произносить. Такой же коврик. Что же его стерилизировать все время? Стерилизовать. Так, все. Выходим, идем в бассейн. Но персонал вежный мой нравится, кстати. Ага, есть сауны. Ну, можешь приоткрыть? Ну, давай посмотрим, кстати, работает ли оно. Кстати, платьишко Наташа связала себе сама. Ставьте лайчочки. Она уже говорила об этом, в экзотическом отеле. Ну, да, работает такая себе парилочка. Прям так. Уже одела бы очки, стекла бы запотели бы. Ну и сауна. А сауна холодная. А, Наташа. Чуть холодная там, дай ей. Холодная. А здесь, кстати, может и не включена. Ну, наверное, люди просто... По запросу. Да, по запросу не хотят. А вот человек, да? Ну, то ли это уже, что снимать-то? Здесь что, волшебная, конечно, зали. Ну, молодцы они, ребята, все. Тогда выходим. Идем в пол. Ух ты, красиво, красиво. А вот и бассейн. А, ну тут музыка. Наверное, я это. Потом звук просто. Hi, hello. Испанский небоскреб, смотри. Вот. Мне как-то еще сам бассейн показать. Можно, да? А, ну да, я покажу вот так вот. Ой, напоминает, знаешь, что Масяня напоминает? Скажи, что напоминает? Не знаю. Где мы плавали так? На Бали, на Бали. Не, ну на Бали другое. На Бали зелень, на океан. Так, народ, ну там играла музыка такая громкая. Я не могла переключать. И Ютуб заблокировал видео. Поэтому я показала вам просто сумасшедшие виды. Снова мой любимый испанский небоскреб. И сейчас вернусь и покажу еще виды. Я перейду в бассейн и покажу виды. Снова-таки наложу музыку, поскольку... Поскольку это музыка, Ютуб запрягит авторские права. В принципе, конечно же, он прав. Все, идем смотреть. Идем смотреть теперь виды, которые за бассейном. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот здесь музыка не слышно. Я могу говорить. Как вам вообще отель? Неплохо, да? Совсем неплохо. Столько людей отдыхает, расслабляется здесь. Ну сейчас тоже, наверное, поплаваю. Отнесу телефон, не буду снимать. Поплаваю, отдохну. Ну что это, я в маске. Здесь же территория бассейна, все без маски. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Вам тоже, кстати, желаю хорошо отдохнуть. Ну что, Наташ, как тебе здесь? Вообще круто, да? А, полгода, мне очень нравится. Все классно. И даже нам дали дезинформацию, что нужно брать полотенце из номера. А тут и простыни белоснежные. И простыни, и полотенца, все есть. В общем, вообще очень круто, да? Водичка, наверное, просто молоко. А, можешь подойти потрогать? Не хочу. А, ладно, я все, все подошли потрогать. Да, водичка теплая вообще, очень-очень классная. Можно запрыгивать, можно купаться. Все, народ. Всем пока, мы заныриваем. Народ, ну вот мы покупались, поплавали. И пришли сюда сделать финальное видео. Сейчас покажем вам просто все небоскребы в свете. В свете, в алюминации. Возле бассейна сейчас тоже по-хорошему удивимся. А прежде всего, что на мостике свечечки сделали, как реальные свечечки. Почему как реальные? Да есть реальные свечки вообще. Короче, поставили реальные свечки. Уютно так. И по-восточному, да? Вот. А там люди в стены сыграют, между прочим. Порт, и безусловно. Смотрит сведенье. Да, вот такой вот шикардос нас ждет сейчас. Покажем вам. И скажу сразу, что немножечко этот отель напоминает Марину Бэйксингапуре. Знаменитый отель, мы были возле его, но в нем конкретно мы не были. И напоминает Гонконг. В Гонконге мы были, там было круто, здорово. Но мы там были зимой, и мы там не купались, ходили в курточках. Так, сейчас будем ходить. И, наверное, потом снова я наложу нашу музыку, потому что здесь играет прикольная, популярная музыка. Опять-таки, которую YouTube не будет пропускать. Ну, сейчас будем наслаждаться. Господи, какая же красота. Сейчас мы дойдем туда, поснимаем, а здесь же я, конечно, вытру, оставлю нашу. Ого, почему так сон? Не знаю. Скажи. Ага. Все, начинается такое пари. Пари, пари. Ну что, народ. Вот такой вот он ночной Дубай. Кстати, скучали мы по нему очень долго, да? Нас не было здесь два с половиной года, но мы рады вернуться сюда и показать вам его. Ну, Дубай, у меня один из красивейших городов. Но мы никогда не были в такой период времени, да? Да, в такой период времени. Летом. Конец лета, начало осени. Мы сейчас на 12 этаже. Уже жарко. Вниз сейчас спустимся. Там будет вообще. В общем, такое сегодня видео показали вам наш отель. Отель, который самый высокий в мире. Отель не подхлёк. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока. Пока. До встречи.